А вы обращались по поводу помощи в качестве чьего? И у меня, во-первых, терроратом попадали. Я написала заявление в марте, приедьте, посмотрите, рама полностью вылетела, дырки в стенки. У вас идут боевые действия, мы не приедем от вам. А когда гуманитарку давать, вам не положено, вы от Никита приотноситесь. У меня 300 метров в ломкость. Оказывается, у нас есть еще территориальная... Мы раньше относились сзади. Я говорю, у меня паспорт, она здесь носилась сзади, это ошибка. Паспорт, разве это не документ? Нет, это ошибка, это говорит мне заммэра. Я говорю, вы что творите? Ну ты б не видишь, смотри, у тебя должен на мастриче там где-то... Нет, это вот этот Николай Митрофанович Никитовский. Ну давай, подъезжай на штуку, Влада, давай, подъезжай. Он же не принимает. Он не принимает, для него бесполезно попасть. Я два без моего. Оставила. А помочка какая-то есть вообще от него запазаться? Ага, все, садись, давай. Да, к нему просто не попадешь, да и все. К нему трудно очень попасть. Да, я не знаю, я не знаю. Там даже записи к нему нету. К нему не записываешься даже на приют. И так ко мне не приезжают. Вот, ты есть, Владимир Владимирович, я ему честно сказать не поверила. Это уже последняя станция. И так письмо написали. Пенсионеры. Вот в Украине не получают пенсии. Одна живут, две тысячи. Трудно прожить. Тут без конца то окно заплатить, то, 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 то. Ну, бесполезно. В Никитовку я вам комиссию пришлю, на вас на суд подам. Что вы тут всю обстановку, всю дезинфицируете, где это самое, где стабилизируете. Вот так кричал на меня, чуть ли не выгонял. Ну, а у вас тут какая улица? Революционная. Ну, вот такая же история с Макаром Азайевым. Да. И борьба, все эти улицы, это самое больное. Хорошо. Ну, вот как раз Володя сказал, что именно эти улицы, именно в первую очередь, да. А возможно, я не поверила им уже. Будем надеяться. Мы тоже будем надеяться. Хорошо. Спасибо вам. Если мы выезжаем, я же не могу. Такой вопрос вот интересует. Как городские власти помогают жителям при фронтовых окраинах Горловки? Это не как Горловка, Зайцева. Значит, по поводу городские власти помогают. На сегодняшний день эта палка вот в двух концах. Здесь житель, а здесь власть. Так вот, от жителей помощи власти практически никакой нет. Я это официально заявляю. Сейчас создается здесь, в городе, уже в принципе создан. Сейчас только доработка идет. Территориальная община города Горловки. Органы самоуправления, еще закон такой был на Украине. И вот туда вот, пожалуйста, жители приглашают помочь навести порядок. Кто знает лучшие проблемы свои, как не сам житель. Я отсюда мало что вижу. У меня обратная связь. Мне приходят и говорят, в большинстве случаев, дайте, помогите, обеспечите, привезите. Ребята, а оттуда связь какая-то есть, помогайте наводить порядок. Я не могу один здесь быть метлой на всю территорию. У меня есть еще дамы, да, они только. Но ведь мы же не погоняли. Должна быть обратная связь. Мы туда, а нам оттуда. То есть, как работает схема или система? Правильно, неправильно. Нет такого. Поэтому сами жители должны участвовать в этом процессе. Это обоюдно, говорят, вопрос обоюдно сторонний. Ну, а, например, чем, как могли бы поучаствовать жители? Очень просто. Обращаются они в ЖЭК, к примеру, там, или где-то, да, в администрацию. Их, извините, такое, как бы, со слов, как мне приходят, говорят, вот нас послали. Со слов есть. Фиксация. Я такой-то, такой-то. Пошел туда, к такому-то. А он меня, извините, в направлении. Время такое-то. Свидетели были такие-то. Если таких мне одна бумажка придет, а он послал. Я его вызываю, а он мне говорит, нет, подожди, мужик. Просто так или с девушкой тут не бывает. Второй раз. Тогда я могу просто сказать, ты с нами или ты против нас? Ты что, специально что ли делаешь так, чтобы людей поднять социальную напряженность? Или ты дурак? То есть, и в том и другом случае, тебе здесь работы нет. Давайте найдем кто-то, кто будет работать. То есть, а так я не могу. Я прихожу, например, или кто-то, да, конечно, конечно, мы тут всей душой открыты, мы к людям. То есть, все, что надо. Я отвернулся, да, пошел ты-ка. И на это все закончил. Как реагировать? На что? Что кто-то там что-то мне рассказал? Или кто-то недоволен? Есть еще понятие объективность, матрешка. То, что ему, человеку, жителю, видится с его колокольной, есть колокольная несколько повыше. Есть другие моменты, которые, ну, будем говорить так, этому жителю нашему, да, вору общая, не видно. Потому что, ну, уровень немножко информационности ниже. То есть, это надо все решать совместно. А не так, что где-то там приходит и говорит, вот там все плохо, все козлы там, и все поехал. Это все, конечно, правильно. Ну, я же опять говорю, и приглашаю людей к участию. Следите за информацией, за нашей, которая будет. Будет, уже сейчас будет создан, помимо того, что общественные приемные, вот громада или центральная община, будет прием вестись. Да, будет, я понимаю, что будет много там, просто приходит поговорить с кем-то, то есть, или пожаловаться. Есть такие люди, действительно, уже, ну, что делать, всякие у нас есть. А помогать кто будет? Участвуйте в процессе. То есть, приходите, помогайте, будьте по участкам, по территории, где какие-то нарушения, какая помощь нужна, помогайте. Именно для того, мне нужна эта ваша помощь, чтобы навести порядок в городе. А не просто приходите, тыкать мне носом, вот здесь плохо, там не работает, там еще что-нибудь. Спасибо. Спасибо, но криптиковать ей сам мало. Давайте работать.